Встречайте квитучее Дизель-шоу 23 и 24 квитня в Палаце Украины. Квитки на сайте дизельшоу.ком и контрамарка.ua Мама решила поближе познакомиться с компьютером. Сыночка, а что ты делаешь? Презентацию в Пауэрпойнте. Осталось пару слайдов и можно заливать для вебинара. Значит, ничего. Знаешь, на прошлой неделе мама тебе пирог испекла, помнишь? Ага. А на этой будут кексики печь. Ага. А еще я приготовила тебе твой борщик, любимый зелененький. Спасибо. А сейчас пойду поприбираюсь у тебя в комнате. Мама, что ты хочешь? Но ты же занят. Ну говори уже, ма. Сыночка, а ты можешь меня зарегистрировать в этом? В чем? Ну, там, где тетя Галя зарегистрирована. В Минске? Ну не в Минске, в этом своем, в компьютере. А, мам, в компьютере не надо регистрироваться. А тетю Галю, ее дочка, зарегистрировала. Может, в интернете, ма? А, в интернете, да, да, да. Мам. Ай. Чтобы регистрироваться в интернете, там надо заполнить анкету. Ты готова, я? Да. Ты знаешь, я все приготовила. Вот, копия диплома. Справка из ЖЭКа, форма 3. Свидетельство о браке. И вот еще справку о несудимости дали. Мам, это все не надо. Достаточно просто мыло. А, мне Галка говорила, хозяйственная подойдет. Мама, мыло это электронная почта. Без нее я не смогу тебя зарегистрировать. А мама тебя в детский сад регистрировала. В школу регистрировала. На эти курсы твои компьютерные регистрировала. У тебя, собственной матери, нет времени. Ладно, мам, хорошо. Я тебя зарегистрирую на свою почту. В какой социальной сети ты бы хотела зарегистрироваться? А их что, две? Мама, их больше десяти. Ну, давай там, где все. На Фейсбуке, что ли? Ну, давай на этом Буке. Хотя что-то мне подсказывает, что все твои в одноклассниках. Не, мы с Галкой одногруппники. Мам, одноклассники — это такая социальная сеть. Вот смотри. Видишь? Здесь надо заполнить анкету. Вот имя, фамилия, буквы. Разбирайся, мне работать надо. Господи, боже мой. Буква М. Сыночка, а где буква А? Возле буквы П. Ага. А буква П, где? Возле буквы Р. Ну, что ты все усложняешь, ну? Мама, тут все написано. Учись сама. А мама с тобой алфавит учила. Буква за буквой учила. Ладно, помогу тебе. Но только с именем. Смотри. Ма-ри-на. Дальше сама. Сыночка, а можно без фамилии регистрироваться? Нельзя, мама. Ничего не получается. Мам, ты, наверное, пробел не поставил между именем и фамилией. Неси корвалолу. Что такое, мама? Я не знаю, где этот той чертов пробел. Мама, пробел это такая кнопка без надписей. Там же просто все, ну. А, о, увидела. А. Ну, что, я зарегистрировалась? Давай я тебе помогу. Итак, начнем сначала. Дата рождения. А в дате рождения правда писать? Нет, можно не правду. Ну, тогда пиши 9 марта 1987 года. Мам, ты не можешь быть младше меня. Ну, тогда 86-го. И одногодками мы тоже не можем быть. Ну, что ты у себя поменяй. Мам, я не могу у себя уже ничего поменять. А мама тебе пеленки меняла. Ладно. Поставлю 87-й. Вот. Здесь надо ввести пароль. Вот буквы, вот цифры. Я отвернусь. А что ты от матери отворачиваешься? Чтоб я не видел твой пароль. А у меня от тебя секретов нет. Ну, вдруг папа захочет сесть за компьютер. А. А сколько цифр должен быть пароль, а? Не меньше восьми. Главное, чтоб папа не догадался. А. Ну, тогда поставь дату свадьбы, он все равно ни черта не помнит. Ладно, хорошо. Так. Едем дальше. Семейное положение. Тут понятно. А шо тебе понятно? Шо тебе понятно, а? А в семейном положении, шо, тоже правду писать? Нет, не обязательно. Тогда напиши. Замужем за Стасом Михайловым. Мать, тебе никто не поверит. Напиши замужем за папой. А папа шо будет смотреть страницу? Ну, конечно. Если зарегистрируется. Ну, я надеюсь, ты ему помогать не будешь? Не буду. Ой, хорошо. Так что, какое семейное положение писать? А какие есть? Замужем. В активном поиске. Все сложно. Боже, как тут все сложно. Ой. Сыночка, слушай. Слушай, напиши так. Так. Замужем. А? Но в активном поиске. То есть скотины. Которая неделю назад пошла на рыбалку и до сих пор не позвонил. Мам, так нельзя написать. Ну, тогда пиши замужем. Хорошо. Ты уже придумала, какую фотографию на аватарку поставишь? О, вот фотографии есть. Мне нравится. Смотри. Вот мы на свадьбе у тети Гали. Вот. Тетя Галя на свадьбе у нас. А вот мы на море с Галкой. Вот ты маленький-маленький. Грушеченький такой. Фотография должна быть в компьютере. Ну, мне вот это вот больше всего нравится. Показывай, куда тут засунуть компьютер. Мама. Она должна быть в цифровом виде уже, понимаешь? Если ее не выбрать, будет вот эта оранжевая хрень. Ну, выбери у себя что-нибудь. Да у меня немного. Вот. Ну, вот эта прошлогодняя тебе нравится? Я, ты и папа. Ну, хорошая фотография. Хорошая. Хорошо. Только папу ты можешь убрать? Могу. Могу. Вот, пожалуйста, убрал. А себя можешь убрать? Извини, конечно. Убрал. А мне килограмм тридцать можешь убрать? Мама. Ну, тогда пусть будет вот эта оранжевенькая хрень. Ладно, ладно. Все, убрал. Поздравляю, мамочка. Ты зарегистрировалась в Одноклассниках. Спасибо. Тетю Галю общайся на здоровье. Спасибо. Мама, а что ты делаешь? Ищу тетю Галю. Мама, а чтобы найти тетю Галю, надо вписать ее имя в строке поиска. Ааа. Ой, господи. Сыночка. А? А где буква «Н»? Возле буквы «Н». А где буква «Н»? Возле буквы «Е». Ага. А где буква «Н»? А, мам, ты издеваешься? Все, нашла. Но все равно я ничего не вижу, ну. Ты что, в строке поиска написала тетя Галя? Ой, давай помогу. Галина, канавал. Какого она года? Ну, шестьдесят седьмого, как и я. Седьмой. Не вижу, мам. Извини, надо закончить. Сыночка, подожди, подожди. А напиши восемьдесят седьмой. Восемьдесят седьмой. Вот она. Вот паразитка. Ну, привет. Ой, сейчас посмотрю. Сыночка, а ты знаешь, кто у тети Галли муж? Дядя Петя. Нет. Стас Михайлов. А ты говорил, нельзя. А вот дядя Петя у нее в разном. Ну, давай. Давай. Звони. Вызывай Галку. Хочу с ней поговорить. То есть, как звони? Мам, это социальная сеть. Тут печатать надо. Звонят в Скайпе. Что ж ты мне голову морочил? Я ж просила тебя зарегистрировать меня в этом в Скайпе. Мама, мне работать надо. Сыночка, это быстро. Это быстро. Сыночка, быстро. А я тебе борщик, чайку, пирогу. Итак, современное знакомство с несовременными родителями. Вазечка. Ну, Ва... Ну, Ва... Вась, на. На, на, пульчик, на, пульчик, на, на. Где целлофан от пульта? Вот что ты за человек такой? Мам, папа! Ну, я же вас просила нормально одеться, но он сейчас придет знакомиться. А что такое? Что такое? У меня почти праздничная майка. А у мамы все празднично припрятано в шкафу для особой встречи. С кем это? С апостолом Петром. Папа, я тебя прошу, пожалуйста. Что? Переоденься. Ой, дочка, только из-за того, что я тебя люблю. Так, шо ж его выбрать-то? О, смотри, какая красота. Папа, это что? Это, это самая праздничная майка. На Новый год один раздеванная. Хорошо, папа, ну хотя бы штаны поменяй. А шо не так со штанами? Ты шо, это сейчас самые модные. Молодежь вся в таких ходит. Только они идиоты, по три тысячи за них платят. А я просто 20 лет не снимал. Папа. Ладно. Мамочка, пожалуйста, поговори с папой, чтобы он как-то уважительнее отнесся к моему новому парню. Хорошо, я с ним поговорю через неделю. Мама, сейчас. Хорошо, господи, боже мой, прости меня. Папа, вуаля. А? Вася, Вася. Да шо Вася? Вася, ну ты это, Вася. Да я уже 45 лет, как Вася. Вася, ну, ну, Вася. Так, все, короче. Шо все? Все. Хорошо. Хорошо. Хорошо все. Хорошо все. Хорошо все. Все хорошо. Хорошо. Ну вот видишь, доченька, все хорошо. Ну, и кто там у тебя? Опять безработный гомик? Папа, во-первых, он был фрилансер. А я шо сказал? А во-вторых, у него была нормальная ориентация. Была бы у него нормальная ориентация, он бы мне вернул 25 гривен, которые я дал, жевал. Вась, давай хоть человеком чайку попьем, а не так, как в прошлый раз. А шо в прошлый раз? Я просто сказал человеку все, шо о нем думаю. Да, она сказала, ты это в домофон? А я бы так хотела взглянуть на парня. Пожалуйста, проходи. Привет, мои фолловеры, мы продолжаем перископиться. И у нас трансляция на несколько стран. Это мега круто. Кстати, это моя Мася, кис. А сейчас мы будем знакомиться с родителями моей Мася. Это мама Мася, кис. А это папа Мася, кис. Папа, это был мой новый парень! Да, а я подумал, что это опять ОСББшники пришли уговаривать меня оплатить это отопление. Не смешно! С тобой все хорошо? Да, все в порядке. Я был ненадолго в оффлайне, но теперь все хорошо. И мы сейчас посмотрим апартаменты Мася. И она, хоть сюды. С кем это он базарит? Со своими фолловерами. Это типа тараканов в голове? Нет, папа, у него блоги. Ё-моё! Ты слышала, мать? Блоги у него! Чего ты его пустила? Теперь все чухмариться будем. Блин, я уже начинаю чухмариться. Яночка, ты у меня такая красивая девочка. Ну неужели ты не могла найти себе парня без блог? Так, стоп! Стоп! Давайте начнем все сначала, да? Папа, мама, знакомьтесь, это... Энди слэш зиппер. Зык-зык! Шо? Артем! Ах, Артем, очень приятно. Не очень. Ну, и чем занимается этот зиппер? Моя работа в ЖЖ. Ни хрена себе. Я думал, я в ЖЖ работаю. А ты еще дальше? Это где? В Ирпине? Вася, ну может человек стесняется своей работы? Ничего, я не стесняюсь. Хотите, я прям сейчас покажу свой ЖЖ? Ой, у него там так все красиво. Ну покажи, не стесняйся. Не надо! Сегодня ты мне ЖЖ покажешь, а завтра... Не надо! О май гад! О май гад! У нас рекорд! Нас 50! 50! Меня смотрят одновременно 50 человек! А каналу всего 2 года. 49! Блэк Стар ушел! Куда? Ой, почему? А, у него же урок. Возвращайся на следующий перемене. Возвращайся. Все лайки, Блэк Стар. Лайки им. Лайк, 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 лайк. Ляда. Отсюда. Он еще кого-то видит в этой комнате? Папа, он разговаривает со своими подписчиками. Через палку. Да. Понятно. Я пошел вызывать дурку. Папа. Чешо. Вась. Что? Вась, ну ты же обещал хоть чайку с ним попьем. Ну сядь. Ладно, чайку попьем. Артем, присаживайтесь. Расскажите нам немного о себе. С чего начать? Раньше я был год. Чем? Что кем? Чем ты был целый год? Папа, он был годом. А, это те, которые самоубийца хотят? Нет, ну эмо. А он что сказал? Гот. А это не одно и то же? Нет. Жаль, я бы сбыл твою мечту. Поймите, эмо, готы, хипстеры, это все субкультуры. Мне и своей культуры хватает. Вот у вас такие штаны с матнёй, вы случайно не хипстер? Я православный. Вась, ну ты же обещал. Слыхала? Штаны модные, даже блохастый заценил. Артём, а какое у вас образование? Моушн-дизайнер. Ты шо, в уши балуешься? Она тебя спрашивает, ты на кого учился? А, 3D-анимейшн и моушн-дизайн. Наркоман, что ли? Нет. Ну-ка, отвечай. Как ты собираешься на семью деньги зарабатывать? Шейповая анимация, растровый векторный клип-арты, 3D-маппинг, в конце концов. Ну, чё ты к нему пристал? Ну, не хочет человек говорить, не надо. Шо значит не хочет? Ты мне конкретно рассказывай, какие у тебя планы на мою дочь. О, ваша дочь такая красивая. Это в меня. К тому же хорошо поёт. Это в меня. Поэтому я решил, буду её пиарить. Ты пердыц! Гляди-ка на него. Он решил. Да тут таких желающих, как ты, целая очередь стоит, попиарить. Конечно, девка в самом соку. А тебе муж нужен. Муж. Ой, Артём, а как вы познакомились с Яночкой? Это была Крейзи Романтик Стори. Ваша дочь сидела в парке на скамье, а я стоял напротив и стримил. Кромыслом. Прямо вот так в парке. Ну да. Стоял и стримил. Среди людей. Ё-моё. Это тебе так приспичило, или это у тебя хроническое заболевание? Нет, у меня тогда был такой порыз. Вот молодёжь. Ну, даже не совести. Ё-моё. А что было дальше? Наши взгляды встретились. Да. Мы зафрендились. Да. И отлайкали друг друга. А-а-а. 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 Ты. А-а-а. Ты виновата, мать. У тебя дочь теперь отлайканная. Ну? И кто теперь тебя возьмёт такую? Отлайканную. Ты. Ой. Яна. Артём. Вы хоть предохранялись, дети? О май гад. Это не опасно. Ну хотите, я прям сейчас вас лайкну. Я сейчас... Я тебе сейчас между глаз как лайкну. Ты у меня прямо здесь обстримишься. А-а-а. Секунду. У моих зрителей вопрос. А-а-а. Пользователь Дабл Трэшер спрашивает. А-а-а. Папа Масси такой брутальный. Кем он работает? А-а-а. Пу. Слесарён. Кто? А-а-а. Ладно, я лучше погуглю. А-а-а. Ты что, прямо тут гуглить собрался? Ты что, вообще охренел, что ли? А-а-а. А в чём дело? Да. Подождите. Артём. Артём, господи. Идёмте, я вас отведу туда, где у нас принято это делать. А-а-а. Там лучше вай-фай. Там вообще хорошо. Вы знаете, я там два раза в день убираю. Бумажка очень мягенькая в шкафу. По коридору налево идите. Мне бумажка не нужна. Это прошлый век. У меня есть айфон. Жалко айфон. Да плюнь ты. А-а-а. Яна, а ну давай звони этому безработному гомику. Зачем? Хороший парень, он мне уже нравится. А я тебе говорила. Я всё. Быстро ты справился. Я всё понял. А свесарь – это мастер по ручной обработке металлов. Правильно? Это ты пока гуглил, понял? Ну да. Молодец. Только я слесарь-сантехник. Слыхал такое? Кто? Мне надо ещё раз погуглить. Да ё-моё. Артём, может вам какую-то таблеточку дать, а? А то вы за пять минут уже два раза гуглили. Это нормально. Я могу по сто раз в час гуглить. Всё, мать. Иди доставай клеёнку, застилай здесь всё. Иначе он нам здесь всё загуглит. И твои новые занавески. Яна, это всё ваши гамбургеры. А чё, чё сидим такие весёлые? Умер кто? Если бы. Яна очередного хахаля привела. Опять безработный гомик. Хуже. Блогер. Кто? Какая разница, ты не поймёшь. Ты где был вообще? А где от вас ещё спрячешься? В туалете, конечно. Подожди, а этот тогда где гуглит? Я на ясно. Ты где гуглил? На кухне. Что ты сидишь, мать? Иди, бери тряпку, вытирай. Он наверняка там ещё и всё застримил. Так. Успокойтесь. Дедушка. Знакомься, это мой новый парень. Энди слэш зиппер. Зык-зык-зык. Кто? Артём. На тебе, гадина. На, гад. Чёрт, 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 чёрт. Давай, давай, давай. За что? Трёх моих подписчиков увёл. У меня их целых сто было. Я верну, я всех верну, верну. Вернёшь, конечно. Только ты мне это на камеру скажешь. Шык. Здрасте. С вами Дед Пердет. На канале Кто-пи-кто. Я говорил вам, что найду этого гэнди слэша зиппера. Вот он, гадина, вот. Говори. Я верну, я всех верну. Марса, Бурдюка и Козявочников. Всех. Возвращайтесь. И лайкайте меня. Я лучший в мире блогер. Дед Пердет. Мать. Так это что у нас, Дед, блогер? А я тебе говорила. А ты в дурку звони. В дурку звони. Ё-моё. Новые штаны обстримил. Ну что ж ты будешь делать? Я не дошел. Чё мне в Новый год буду встречать? Я не дошел. Я не дошел. Что вы за люди? Так я живу как вошел. Срочно. Интернет-зависимость. Одна из главных проблем современного мира. Всё больше людей хотят от неё избавиться, а некоторые даже закодироваться. Аплодисменты. Доктор, а як вы думаете, ця кодировка мені поможе? Гарантия сто процентов. Наркоманы – это мой профіль. Доктор, при чому тут наркоманы, а? Ну вот при чому тут ці наркоманы? Между прочим, я в інтернете вычитала, шо одна бабка знахарка, інтернет-зависимость выкатує яйцами. Это всё шарлатаны. Так, нам бы уже начинать, а где же... Ой, простите, немножечко опоздала, просто в каждой кафешке нужно было зачекиниться. А це тобі не на кодіровку, це тобі до уролога надо. А, не, со здоровьем у меня всё хорошо. Просто я в каждом медицинском форуме состою. Хорошо. Итак, начнём. Скажете, а чё мы вообще здесь собрались? Мы же с вами могли просто созвониться по скайпу. Нет, не могли. У вас что, нету скайпа? Ууу, я вам соболезную. Ну тогда мы могли бы просто создать группу в Вайбере, и там бы всё пообщались бы. Нет, для лечения нужно личное присутствие, выращаясь вашим языком онлайн. Окей, тогда я буду вести онлайн-трансляцию со своего Фейсбука. Нет, нет, вот со всем этим мы и будем сейчас бороться. Пожалуйста, представьтесь и скажите, в каких соцсетях вы зарегистрированы. Значит, меня зовут Яна. Здравствуйте, Яна. Я состою в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках, в Инстаграме, MySpace. Я понял. Вот, напишите на листочке. Ага. А вы? Марина, Одноклассники. И всё? Не. Ше веселая ферма. Подождите, ну, веселая ферма — это приложение в Одноклассниках. Ну то дитики-одноклассники. Спасибо. Я понял. Ну, на самом деле, это не так страшно. Ну, чё, доктор, не страшно. Пока я там урожай собирала, у меня на даче весь урожай пропал. Ну, вы же взрослый человек, Мариночка. Вы же понимаете, нужно жить в реальной жизни, а не в каких-то Одноклассниках. Ну, доктор, вы понимаете, у меня вот в профиле написано. 25 роков, рост 175 сантиметров, вес 60 килограмм. Счастлива в семейной жизни и не только. Мне ця реальность больше нравится, доктор. Вот, я закончила. Ну, переверните, пишите с другой стороны. Так, и с другой стороны у меня тоже закончилось. А я тики два месяца в Одноклассниках одних регистрировалась. Давайте поговорим, почему вы решили избавиться от интернет-зависимости. А, вы знаете, сейчас такая мода, новый тренд. Избавься от интернет-зависимости и напиши об этом пост в Фейсбуке с хэштегом «Я тоже». Интересная мотивация. А вы? А уманиться через цю интернет-зависимость, доктор, человек может махнуть с голоду. Я захожу на снеданок, подивиться рецепты, а тут бац, ужин. Понимаю. А вот такой вопрос. Сколько времени в день вы проводите в интернете? Скажите, а сколько в сутках? Два четыре часа? Да. Тогда плюс-минус двадцать четыре часа. А вы? Вы знаете, доктор, в день годин висим. Ну, на самом деле это не так много. А еще в ночи дванадцать. Потом враньце дві. И ввечере дві. Яночка, какое максимальное время вы не сидели в интернете? Три, четыре, пять секунд, шесть секунд, семь секунд, восемь секунд. Я понял, я понял. А вы? Тиждень. Это очень хорошо. У вас есть выдержка, это может кто-то подтвердить? Конечно, может, сывый работник у картелекома с легкой степенью контузии. Я понял. Слушайте внимательно. Сейчас мы погрузимся в состояние гипноза. И там мы избавимся от ваших зависимостей. Мариночка, выключаем звук. Итак, вы в чистом поле. Красиво, светло и солнечно. Вокруг растут цветы. Кто это сделал? Я. Ну, это я просто цветочек красиво сфотографировать. Это не для Инстаграма. Хорошо. Хэштег цветочек. Хэштег красивый цветочек. Хэштег ми-ми-ми цветочек. Яна, какой хэштег? У вас нет телефона. А планшеты? Дай мне один. Ваши планшет сел. Не может быть. У меня планшет на солнечных батарейках. А вы сами сказали, что на улице солнечно. А солнышко зашло за тучки, и планшет сел. Что, все три? Да, все три. А четвертый заряжен. Все ваши гаджеты сели. Хорошо. Что хорошо? Хорошо, что у меня есть с собой зарядка Powerbank. Да вы издеваетесь, что ли? Янка Яквин включается, чуешь, и нет. Так, у вас онемели руки. Вы не можете ничего делать. Сири, зайди в Инстаграм. Да какая Сири? Нет никакой Сири, есть только вы. И природа. Вы в чистом поле. Течет река, а вдали виднеется лес. Сосновый? Ну пусть будет Сосновый. Куда вы побежали? Я знаю этот лес. Там есть дача с вайфаем. Я с тобою. Так, там нет никакой дачи. Есть, есть, я там не раз была. Там мне мой первый айфон подарили. Там нет никакого леса, значит нет никакой дачи. Блин. А бочки добили. Так все, нет у вас никаких гаджетов. Вы в чистом поле. Мы отдыхаем, расслабляемся, вдыхаем аромат цветов. Вот сучка. Кто? Опять же это Светка. Она выставила фотографию в купальнике, а я точно знаю, что она жирная. Она воспользовалась фотошопом. Коза. Где вы? У кого вы взяли телефон? У тракториста. Я же в поле. Отдайте ему телефон. А я не могу. Я за него уже рассчиталась. Мариночка, вы куда побежали? Я за трактористом. Мариночка, не беги. У него больше нет телефонов. Не, я отеки рассчитаться. Так. Ах, нет вокруг никаких трактористов и телефонов. Вы на безлюдном пляже на берегу океана. Вокруг красиво и пустынно. Ой, доктор, вы бесчеловечный. Блин, да какая красота, я сфоткать не могу. Боже, я красиво, я кубердянску. Доктор, а можно я две фоточки сделаю? Галти пошлю? Хай у нас сдохнет завистью. Арина, забудьте про эту Галку. Галка вам больше не подруга. Она поставила двойку на ваше последнее фото. Доктор, ну це ж вона в отместку, мы ж подруги. И написала плохой комментарий. Нет, все обути не можем. Почему? Потому что за той комментарий и за ту двойку я ей руки поломала. Класс, уже три лайка. Слушайте, ну как вы выставили фотку без телефона? А я ее в трубочку сложила. Я в бутылочку засунула, бутылочку в море. А хорошие люди ее нашли и выставили. Так, я понял. Так, я меняю установку. Вы в каменном веке. Нет ни фотографий, ни газет, ничего. Блин, я ноготь сломала. Что вы делаете? Я просто выцарапывала свою фотографию на скале. Да, теперь нужно какую-то прикольную подпись придумать. Так, 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 так. Як приготовить мамонта? Список рецептов. Так, все. Доктор, дайте в конце концов дочитать. Нет, все, мы выходим из гипноза. Простите, моя методика не работает, не могу помочь. До свидания. Доктор, вы чего? Все у вас работает. Я вот прям, прям чувствую, как я избавилась от интернет-зависимости. Блин, класс, спасибо, да. Сейчас обязательно прибегу домой и такой пост в Фейсбуке об этом напишу. Блин, ну вы просто гений. А мне не требует с Галкой дуже серьезно поговорить. До свидания. Кошмар. С такими пациентами самому скоро кодироваться придется. Ой, доктор, я ж забыла. А селфушечку сделать? Класс. Кстати, у вас там за дверью мои 100 подписчиков. Тоже хотят избавиться от интернет-зависимости. И Галка обещала прийти. От руки заживут и прийдет. Кабинет закрывается. Доктор уходит в забой. Слоны идут на север. Что? Бабушка приехала. Чья бабушка? Я от Гали. От Галины Степановны. Только пароль не помню. Шахер-махер, шахер-нахер. Выбачьте, не помню. Хакер-квакер. Неужели так трудно запомнить? А, я понял. Что у вас? Я по поводу запрета одноклассников. Тише! Говорите тише. Так мы ж в кафе. Если будете громко говорить, и кафе закроют. Ох, извините, я... Выбачьте, я паспорт забыла. Да ничего. Ничего страшного. Нам поможет анонимайзер. Опять евреи? Да какие евреи? Анонимайзер – это такая программа. Программа? А на якому канале? Да это в интернете программа. А, в интернете. Слухайте. Я знаю, шо в интернете одноклассников заборонили. А в жизни с одноклассниками можно общаться? Не знаю. Но пока лучше переждать. А долго ждать? Переждем, увидим. А як не переждем? Тогда нас переждут. Вы слышали, в Киеве собираются закрыть метро. Да потому что мало ли, что те, которые там, говорят про тех, которые там. Скажите, а надолго запретили? Не знаю. Гаишников три года не было. Но все равно, пока одноклассники вне закона, они небезопасны. А, я поняла. Слухайте, я все понимаю. Но я на одноклассники, як бы це сказати, присела. Понимаю. Скажите, а оценочки мои сохраняться? Конечно, все оценочки сохраняться. Там была, правда, одна четверка, но ничего. А скажите, а можно так сделать, чтобы были все пятерки? Нет, так нельзя. А рецепты мои сохраняться? И рецепты тоже сохраняться. А, хорошо. Ой. А скажите, а можно меня разблокировать, а Людку из Саратова, наоборот, заблокировать? Зачем? Потому что она мне гадюка четверку-то поставила. Итак, определимся, что вам надо. VPN-мастер, Тола, Хоу-браузер или Golden IP в прокси-сервер. Вы знаете, мне дуже без опролола помогает. Я понял. Вам поможет VPN-мастер. Мастер? А хороший мастер? Да с тобой не телефончика. Да, мастер, это такое приложение. А куда прикладать? Никуда не надо прикладывать. А по-другому объясню. Это приложение меняет вашу географическую привязку. Да не треба менять географическую привязку. Мене рецепт из интернета треба моей галкины. Хорошо, скажу попроще. Вы будете сидеть в одноклассниках через Канаду. Не, я так не можу. У меня тут работа, семья, дети. Вы шо? Да нет же. Вы будете сидеть дома со своими детьми. Но все будут думать, что вы в Канаде. А можно так сделать? Я буду сидеть у галки, а человек будет думать, что я дома варю борщу. Нет, так нельзя. Ага. Слушайте, а сделайте мне так, чтобы я была в Париже, и хай галка обзавидуется. Хорошо. Так можно. На что будем устанавливать? Компьютер, телефон, планшет? Компьютер. Компьютер в порядке, вирус Петя не ловили. Не знаю. В прошлом росте человек струсковца вирус света привез. Так я ему, знаете, антивирусник так набыла, шо, наверное, уже не буду никаких вирусов. Понятно. Ну что, где ваш компьютер? Давайте вы сюда. Коля, компьютер! Какой Коля? Вы с ума сошли, что ли? Коля, уходи, уходи, уходи. Вы что, не видите, что он старый? Я вижу, я не слепа. Но у меня с ним дети. Ну куда его дети? Я про компьютер. А, компьютер у меня новый, 2000-го року. Там еще принтеры колонки есть. Коля, неси принтеры колонки! Да не надо, не надо, Колю, не надо. Да, 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 да. Не надо, не надо. Лучше мне скажите, каким браузером вы пользуетесь? Опера, Google Chrome или Mozilla Firefox? Укртелеком. Вы знаете, я им звонила, питала про одноклассники, послала их даже, но они ничем помочь не могут, да. Нет же. При помощи какой иконки вы заходите в интернет? Вы знаете, я уже какие-таки иконы не перепробовала. Я уже всем святым молилась и свечки в трех церквах поставила, ничего не помогает. Пока я не узнаю, какой вы браузером пользуетесь, я не смогу вам помочь. А, слушайте, а я сейчас по друзьям позвоню, да? Алло, Галя, а через який браузер ты входишь в интернет? Через Укртелеком? Ну то я ему так и сказала. А в одноклассники через что ты заходишь? Через Беларусь? Спросите VPN-мастером? Он тут пытает через VPN-мастер? Через Укрзалезницу до Гомеля. Нет, сначала давайте я вам еще инструкцию напишу. По старинке пойдем. Так, значит, вот так. Вот так. Придете домой? Здесь все просто. Попробуйте сначала так. Ага, понятно. Ну, меню пуск, открыть панель управления. Скажите, пожалуйста, у вас есть инструкция, как в меню пуск открыть панель управления? Ладно, давайте лучше на съемный носитель я вам поставлю эту программу. Я як чувствовала. Дискета? Вы бы еще с кассетой пришли. А шо надо? Коля, надо кассета! Да, какой бог? Уберите Колю. Коля, единица, я бы не та кассета, господи. Слухайте, вы мене не удаляйте ничего. У кого тут у мене вся бухгалтерия? Я боюсь, что я ничего не смогу вам записать на эту дискету. Да? Слухайте, а вы точно хайкер? А вы не могли бы сидеть в другой социальной сети, а? Я пока цю освоила, два раза скорую вызывала. Мне кажется, гораздо проще было бы вам скачать все эти рецепты из интернета просто. Пока я скачаю эти рецепты, у меня все кабачки загниются. Ладно, давайте, может, все-таки на телефон поставим одноклассники? Да, вот у меня. Он, правда, простенький. Алкотель. Задняя стенка отваливается, но он еще хороший. Это мне Хрещенек подарил недавно на день рождения. А ничего? Пановее нету? Ее. У Коли пановее. Нокия 3310. Давайте, может, на планшет я вам поставлю его. Колись я вела свято в клубе, где планшет был. Треба подивиться на балконе. Я там 10 років не прибирала и глянула. Боже мой. Хорошо, давайте по-другому. Я сам вам скачаю все рецепты и пришлю вам их на почту. У вас почта есть? Есть. Нет. Да. Мейл.ру? Нет. Фух. Яндекс.нет. А резервной почты нет у вас? Нет. Запишите. 100001. Город Житомир. Улица Киевская. Да какая улица? Мы в 21 веке живем. Мне нужна электронная почта. А Галкина подойдет? Подойдет. Сейчас позвоню. Алло, Галя. А у тебя есть почта? Який индекс? 21 век на дворе. Село. Компьютер на почту. Запишите, пожалуйста. Галина Степановна Сидурчук. 1987 год рождения. Ото ты брехло. Брехло не пишите. Дальше. Черточка. Самая красивая собака. Мейл.ру. Спасибо. Ладно. Хорошо. Тогда давайте лучше я вам создам новую почту. Выберите себе имя. Выберите. Марина. Это имя уже занято. Ну, туди Мариночка. И это имя тоже занято. Ну, туди Мариночка 87, яку Галки. И это занято. А напишите, Мариночка, 88, и хай Галка сказывается. Эти все даты уже заняты. То шо Галка все почты забронировала, че шо? Да не могла ваша Галка все эти почты забронировать. Вы и не знаете цю Галку. Так, давайте так. Я вам сам создам почту. Она будет называться user24082016, собака, gmail.com. Все английскими буквами, окей? А шо, русские буквы тоже запретили? О, господи. Ваш пароль будет самый понятный и простой. Вот, 8 восьмерок, пожалуйста. А святки вы знаете мой пароль? Потому что я хакер-пакер. Придете домой, вам на почту придут подробнее инструкции, как все сделать самой. И сами сделаете дома с Галкой. Ага, сами сделаете. А я кого черта, я тебе плачу деньги, коли все повинна дома сама робить. Хакер-квакер. Шухер нафер. Доигралась ты, Маринка, со своими одноклассниками. Минцы. Ты шо, здурел? Ты открывал одноклассники. Я только косынку. Чтоб ты скажи, всякую я. Ой, вот он. Дизель Шоу Добрый вечер, добрый вечер, Украина. Поговорим о современных технологиях. К примеру, многие девушки жалуются, что новая технология Face ID не совсем удобна. Не накрасилась, не смогла разблокировать телефон. Об отличиях современных айфонов от старых добрых Нокий расскажут вам Яна Глушенко и Марина Поплавская. Просим. Помню, подарил мне мой первый айфон. Потому что я самая, 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 самая лучшая на свете. Помню, дети мне подарили Nokia 3310. Сказали, потому что давление, сердце. И мало ли, что с тобой может случиться, а так всегда будешь на связи. Засранцы. Это так удобно, когда в телефоне есть все. Инстаграм, Фейсбук и почта. Айфон был всегда со мной. Я всю клятую трубку тогда задолбалась искать. То она под диван упадет, то в куртке забуду. Постоянно звонила с домашнего, и пока идет вызов, бежала искать. Я очень боялась его уронить, ведь замена экрана стоит аж 100 долларов. Помню, как уронила телефон мужу на ногу. Перелом. За рентген и гипс заплатили 100 баксов, а телефону хоть бы хны. На айфон я сразу закачала столько клевых приложений. Это так удобно покупать билеты прямо с телефона. Пока разобралась, как писать эти долбаные смс-ки, чуть с ума не сошла. Проще сходить на почту и отдать телеграмму. Через два месяца перетерся провод. Блин, я не понимаю, почему для такой дорогой штуковины нельзя сделать провода покрепче. Расколола ноги и два ореха кокосовых. Крепкая вещь. Так много чехольчиков, что даже не знаю, какой выбрать. С ушками, с бусинками или с фамилией. Чехол всего один. Зато его можно носить и на шее, и на поясе, и даже использовать как кошелек на плавках. Голосовой помощник Сири – это мега удобно. Она и подскажет, и с ней можно поболтать, когда скучно. Как я эту гадину только не называла. И Нокла, и падлу, и чертова хреновина. Но она все равно пишет. Введите пин. Телефон разблокируется графическим паролем. Прикольно. Помню, три раза ввела неправильно этот пин. Телефон затребовал пук. Сделала. Не то. Пук мужа тоже не подошел. Пошла на почту отправлять телеграмму. Вышел следующий айфон. Надела самое красивое белье и намекнула Бусе, что готова к новому айфону. Когда уже собиралась выкидывать эту хрень, обнаружила фонарик. А эта хрень не такая уже бесполезная. Одела резиновые сапоги и намекнула мужу, что можно взять меня на рыбалку с фонариком. Помню, что Бусе тяжело дышал, но соглашался, что он в новом айфоне и памяти больше, и батарея держит на два часа дольше. К концу рыбалки батарея показывала только одно деление. По опыту знаю, что этого хватит либо на неделю фонарика, либо еще один раз зарядить аккумулятор на жигулях. Бусе подарил мне второй айфон. Боже, все как в первый раз. Он абсолютно другой. Здесь все намного удобнее. Дети привезли Алкателл-раскладушку. Придется проходить все круги ада во второй раз. Для начала попробуем открыть. Очень удобно, что все контакты уже сразу есть в новом телефоне. Попыталась передать контакты через инфракрасный порт. Прошло два дня. Переписалась только Галя Работа. Прошел год. Вышел очередной новый айфон. Не знаю, какой мне больше нравится. Восьмой или десятый? Дети отдали мне уже третий айфон. Но они у меня живут недолго. Хлюпенькие. А Нокла до сих пор уже десять лет работает. И главное, какой бы у вас не был телефон, не забывайте общаться с родными и друзьями. И обязательно смотрите Дизель-шоу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА